Путин довел ситуацию, связанную со своей страной, до такого мирового общественно-астракизма. Пошел ли на это Байден, мы узнаем через какое-то время. Я знаю одного украинского политика, у которого красные линии – постоянная фишка. Для его самого они не существуют, как и для Путина. Лукашенко идет по пути Путина. Неправда. Путин идет по пути Лукашенко. Лукашенко на шаг впереди. Здравствуйте, это Политека Онлайн в студии Инга Мизери. И ко мне присоединяется Сергей Гайдай, политтехнолог. Здравствуйте. Ну вот на данный момент, когда мы с вами говорим, мы еще не знаем, чем закончилась встреча Путина и Байдена, но мы знаем, как она началась. И вот такая важная интрига. Все мы привыкли, что Путин опаздывает, он опаздывает ко всем, не обращая внимания на ранги и кто это, избранный президент или английская королева. Здесь Путина вынудили, и он пошел на это приехать первым. Байден приехал позже. Почему Владимир Путин на это пошел, на ваш взгляд? Ну, знаете, разбираться, что творится в голове такого странного человека, как Путин, который с моей точки зрения неадекватен. Ну, с моей точки зрения, потому что, понимаете, у каждого своя логика. Очень трудно. Но, скажем так, мне бы казалось, вот если предположить, что все-таки какая-то логика у него существует, Путин довел ситуацию, связанную со своей страной, до такого мирового общественно-астракизма. И я думаю, что каким бы ты ни был диктатором, которому плевать на все, все-таки превращаться окончательно в Северную Корею, которая вынуждена жить абсолютно вот в такой капсуле, да, а где весь мир за железной стеной, тебе плевать на весь мир, потому что у тебя есть одна ядерная бомба. И весь мир вынужден с тобой еще как-то нянчиться, потому что все-таки даже одна ядерная бомба, это серьезная проблема, которой не хотелось бы, чтобы сумасшедший человек нажал на кнопку. Здесь все-таки Путину жить некомфортно в этом астракизме, поэтому хоть как-то надо наложить отношения, потому что сигнал, когда самый влиятельный, не так, президент самой влиятельной и мощной страны в мире США говорит тебе, что ты убийца, даже не в прямой, а отвечая на вопрос журналиста, когда вы спрашиваете, как вы считаете, Путин убийца, это уже сигнал того, что ты серьезно можешь превратиться в того самого абсолютно изгоя, да, и будучи все-таки страной не самой последней по своим размерам и по своему потенциалу в мире. Поэтому Путин принял решение, что надо договариваться и надо налаживать отношения. А то, что не будет в конце, то, что не будет в конце совместной пресс-конференции, не говорит ли это о том, что стороны не собираются договариваться. Ну, знаете, мы сейчас говорим о попытке Путина, поэтому и без опоздания приехал. Он практически, мне кажется, как ни странно, находится в том состоянии, в каком Зеленский находился вначале, когда, помните, он говорил, что я готов идти смотреть в глаза и лично, как человек, договориться с Путиным, чтобы прекратить конфликт на Востоке, людей не убивали. Понятно, что, к сожалению, подобный подход в политике не работает. Но манипулятор работает, прийти и сказать, ну, я же хороший человек, давай мириться. Мире-мире навсегда, кто поссорится, друзья. Скорее всего, где-то в подобном, моя гипотеза, я не могу знать, залоги был Путин, надеясь, по-человечески повоздействовать на Байдена, сказать, ну, мы же нормальные люди, но какой убийца? Две большие страны, ядерные потенциалы, большие геополитические интересы. Пошел ли на это Байден, мы узнаем через какое-то время. Скорее всего, нет, потому что Байден прожженный американский политик. Хоть и демократ, и не республиканец, но все-таки там есть свои правила, там действуют непростые человеческие отношения и симпатии, там действуют государственные национальные интересы. Государственные национальные интересы сегодня от всего мира, и от США требуют приструнить Путина и поставить его на место. Сумел ли это сделать Байден? Не знаю. Узнаем. Но судя по тому, что нет большой пресс-конференции, каких-то серьезных договоренностей, о которых Путин бы мог рапортовать, а может и Байден мог рапортовать, очевидно, скорее всего, нет. Путин, он часто говорит про красные линии, это уже, наверное, классика для каждого его выступления. Знаете, я знаю одного украинского политика, у которого красные линии – постоянная фишка. Только почему-то для него самого они не существуют, как и для Путина. Обычно любят про красные линии говорить, как и для каких-то других, для своих политических оппонентов. Где, на ваш взгляд, ведь собираются они обсуждать и Сирию, и Китай, и ядерный договор с Ираном, и Украину, и Беларусь, и Северную Корею. Ну, в принципе, можно так взять глобус и так в любой точке пальцем показать. Как вы думаете, вот в отношении Украины и Беларуси Путин может чем-то поступиться? Смотрите, тут есть проблема. Ну, знаете, можно же поменять как-то, типа, Украину на Сирию или наоборот. Ну, мы так цинично очень. Нет, 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 тут есть проблема. В системе несоблюдения договоренности и тотального обмана нельзя ни о чем договориться. Про обмен, не обмен. На словах Путин может все, что угодно обещать и сделать какой-то обрезан. А осуществить его на самом деле вряд ли. Мы этом видим. Потому что Путин обещал Украине и мировому сообществу, не Путин, Россия, российское государство обещало, что границы Украины будут неприкосновенны. Вы Будапешский меморандум еще вспомнили? Да, и стоит чему-то эта бумажка, нет. А Путин всему миру говорит, мы не вторгаемся в Украину. Активно ведет войну разными способами. Начиная от обстрела с территории Ростовской области наших подразделений, заканчивая насыщением техникой, оружием и боевиками, добровольцами, так называемыми, до этой территории. Поэтому я в принципе в подобной линии вердокровности еще более показательным в этой части Лукашенко. Он может заявлять все, что угодно, но это будет тотальное вранье. А действует он абсолютно неадекватно и как хочет. При этом, обратите внимание, часто говорят, что Лукашенко идет по пути Путина. Неправда. Путин идет по пути Лукашенко, Лукашенко на шаг впереди. Идет так называемая лукашенизация кремлевской власти. Он как бы показывает, куда можно отодвинуть эти самые красные линии, да? А соответственно, если он их туда отодвинул, то и Путин может туда пройти. Поэтому я в эту всю систему логики нет. Где есть на самом деле главная красная линия, которую политики, особенно Лукашенко и Путин, они игнорируют? Это жизнь людей. Это люди, которые тотально убивают своих граждан и убивают граждан чужих стран. Потому что Путин убивает своих оппозиционеров, неугодных режиму людей. И порой под эту сроку попадают даже люди весьма случайные, потому что ФСБ решила попробовать. Почему-то они попали не в милость. А Путин убивает украинцев за границей. Путин убивает граждан Европы, подрывает склады. И это красная линия, которую он перешел уже сто раз. Как на это будет реагировать мировое сообщество? Насколько там хватит, извините, этот термин, железных яиц? Появится ли там новый Черчилль, который в свое время проявил это в отношении Гитлера? Будет ли там политик уровня Маргарет Тэтчер, которая сказала Аргентине, «Нет, не отдам я вам острова, потому что вы так решили, да? Даже гибель у моих солдат мы их отвоюем назад». Или Рейган, который был одним из тех, кто в том числе обеспечил, что Советский Союз прекратил свое существование своей жесткой политикой, объявив Советский Союз «Империя зла» и, скажем так, максимально создав противодействие международной. Да, но потом все-таки, прося Советский Союз не распадаться и Украину не выходить из состава. Это же такая двойная игра. Нет, это не двойная игра, это результат, которого они не ожидали. Да, что так эффективно все сработает. Они не верили в этот распад и его боялись, потому что действительно в этом распаде были угрозы. Ядерное оружие могло попасть к любому местному диктатору, который образовался в каком-нибудь... Знаете, вот вы смотрели все эти фильмы американские о таких сюжетах, что ядерное оружие бывшего Советского Союза попадает в какую-нибудь Средиатскую страну, где к власти приходит диктатор и весь мир находится под угрозой. Потому что он, как сумасшедший диктатор Южной Кореи, может нажать на кнопку и где-нибудь произойдет... Северная Корея. Северная Корея произойдет тот самый ядерный взрыв. Поэтому хватит ли политической воли, будем так это называть, Байдену, покажет время. Многие в него верят больше, чем в Трампа. У меня таких радужных настроений нет. Но это все-таки Байден представляет то леваческое, извините меня, часть, которая никогда в этой части не была эффективной. Все-таки какие-нибудь республиканцы в этом отношении куда более последовательные, куда более, скажем так, способны проявлять более серьезную политическую волю. Сергей, большое спасибо. С нами был Сергей Гайдай, политехнолог. Смотрите нас на Политека онлайн. Не пропускайте эфиры, пишите комментарии, ставьте лайки. Я Инга Мизеря с вами прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok